здравствуйте дорогие друзья с вами в эфире вновь сан гейтс радио я ведущий владимир гольштейн и сегодня у нас в гостях очень интересный человек янина балашова из майами консультант и специалист по васту астролог психолог таролог мастер отношений специалист который чувствует каждого человека с которым соприкасается причем чувствует настолько глубоко что видит его таланты и достоинства здравствуйте янина здравствуйте владимир спасибо за такой хороший комментарий такой характеристик у меня очень приятно вас слышать в нашем эфире и насколько я понимаю у нас сегодня речь пойдет о энергиях вас то кстати если вы хотите вы можете чуть подробнее рассказать о себе наверное не все сказал немножко вот о своей биография своей истории а потом мы уже перейдем наверно к вас тут лучше мы так построим нашу беседу поэтому вот если можно несколько слов более подробно о вас ну я вообще-то закончила архитектурный институт в москве но со временем так сложилось что я стала заниматься васту я закончила израильскую академию васту и в последующие стала изучать все больше и больше эту науку и в этой науке нахожусь очень много лет более десяти лет училась у вас никогда и вообще очень много учусь непосредственно в этом направлении изучая парапсихологию изучая ведическую астрологию мы уже как бы это все изучила уже этим давно занимаюсь и я нахожусь вся полностью в этих энергиях очень люблю свою профессию естественно полностью ей соответствую естественно живу на в мире энергии васту медитирую читаю мантры то что полагается делать каждому консультанту специалисту столь сакральных знаний этих ведических знаний вот и конечно с большой любовью и желанием хочу эти знания нести другие людям для того чтобы люди открывали глаза и понимали что их окружает где они живут и начинали задумываться почему у них возникает сильные проблемы в жизни потому что во всех проблемах виноват как бы не космос и наверное сам человек который создает вокруг себя неправильное пространство так вот наука васту очень много об этом говорит также как и ведическая астрология но данная тема у нас будет конечно не ведическая астрология в данный момент мы будем говорить о васту я бы хотела сказать уже наверное переходя все-таки непосредственно заканчивая говорить о себе я бы хотела все-таки начать продолжить разговор в русле того что сказать что мне бы хотелось рассказать откуда же все таки появилась такая необыкновенная наука сакральная о которой сейчас очень много говорят и если открыть наверно сайты в интернете очень много пишут но многие тем не менее не понимают что это такое откуда это вообще взято и как вообще это можно пощупать потрогать и почему так много говорят о том что эта наука действительно приносит огромную пользу людям которые живут по законам этой науки я у вас как раз хочу спросить что такое вообще васту потому что может быть далеко не все наши слушатели имеют об этом представление вот понятно мы сейчас поговорим об истории этого что вообще так вот можно коротко если это возможно лаконично описать что такое энергия васту что это вообще для человека который не сведущий в этой области ну вот сейчас я как раз таки и буду говорить этот васту имеет вообще-то статус вебы вебы названной ведой ясой и относится к стопате вебы а вообще это наука об энергии и материи времени и пространства формы и ритма это на вас 10 это вообще как в tear это тонкое пространство но есть такая формулировка как в с двумя пробками материальная пространственная форма то есть можно внимательно вitar тп тонкое пространство то что мы видим а человеку глазом то что человек может пощупать там отрокад в а кто это материальная пространственная форма то что человек может потрогать пощупать и реально прикоснуться потому что это наши стены спальни это наше здание в наше помещение в которых мы живем и вот это и есть как раз соединение васту и васту это есть часть стопатия веды виды всем известно слово до переводе санскрипта это знание и все это называется васту шастра так вот васту шастра васту шастра это прикладная наука которая является грамматикой видимых форм для звуковых форм для звуковых форм понимаете да вот видимой формы и звуковые формы что мы говорим что все что мы излучаем все что мы слушаем делаем даже вплоть до того что если в семьях рукаются или включена громкая музыка тоже меняется энергетика самого помещения и вот это вот соединение васту васту приводит к науке которая называется васту шастра и сама эта наука вообще вот стопатия веды она принадлежит к томильской культуре это очень древняя томильская очень древняя очень древняя культура история стопатии веды уходит своими корнями на 25 тысяч лет назад она уходит в сангам а сангам и в то время это были академии или конкурсы которые представляли лучшие умы того времени на рассмотрение шериф то есть это происходило в эпоху сатья юге еще в эпоху света когда не было всего того негатива который мы имеем сегодня если я правильно понимаю и вот в то время вот эти вот состязания они поддерживались королям васту шастра она развивалась из работ архитекторов происходящих затонувшего континента кумари вот если взять и посмотреть схематически вот эту форму так вот даже появилась вас непосредственно то есть мы возьмем как схему идет сначала томильская история которая была 25 тысяч лет назад то есть это назывался сангам период и было четыре столетия до нашей эры это были кумари континент из него вышел ведический период период пять лет и вот в них была первая веда это было про на воде а уже из пранавы веды вышли шилты веды которые и входили сапда ведомств ганхарва веда на теле и вот это стопатья веда который есть васту шастра то есть прикладная наука грамматика для форм звуковых форм и видимых вот этот континент о котором вы говорите это атлантида или это что-то другое да это затонувшийся затонувшийся континент до континент кумари он затонул то есть это название просто другое название атлантиды если я правильно понял вы знаете ученые как могут как бы говорят об этом да в ведах написано и так и так ну в общем то где-то в каких-то книгах написано что это затонувшийся атлантида где-то просто написано что это период сангам период кумари континент который закон да и здесь есть разногласия и споры и я не могу вам точно сказать насколько достоверна та или иная теория понятно есть очень известный ученый доктор архитектор человек сегодняшнего времени который совсем недавно умер очень известный архитектор доктор ганапати стопать и он посвятил изучению васту шастра и вообще изучение шастра более пятидесяти лет он очень серьезно этим занимался и вот доктор ганапати стопать и своими исследованиями пришел к мнению что васту шастра произошла из древней все-таки древней тамильской инструкторы он перевел более тысячи свитков листьев пальмиров на современный тамильский язык потому что тамильский язык он вообще полностью исчез его как бы он хранится в библиотеках книги хранятся в крупных библиотеках в индии но этот язык уже как таковым не существует он просто полностью потерян и есть современный тамильский язык и вот доктор ганапати стопать и практически всю свою жизнь посвятил переводом вот этих свитков в которых было написано описано что такое васту шастра и все эти на техники все эти законы которые относятся непосредственно к науке васта в ведической культуре вообще-то существует четыре дела это рик меда я жур веда сама вега и отхарва отхарвана вега и доктора стопать и считают что про на ваге вот я вам говорила про на ваге ты который из которой вышла уже стопать и он считает что нас существовало еще до появления вот этих четырех век и тантрические тексты считаются древние век тантрические тексты согласно учению тантры вышли из уст великого самого великого шинга а посему это есть пятая веда и эти знания конечно сакральны и они необходимы человеку для того чтобы существовать гармонично и жить гармонично в своем помещении можно ли считать науку васту религией или все-таки ее можно считать наукой этот вы знаете до сих пор этот вопрос остается не освещенным как научно так и логически так до сих пор и не могут прийти к одному мнению что же религия наука но то что эти знания основаны на очень жестких знаков закона это абсолютно верно и они основаны на математических законах настоящая индийская культура вообще индийская она полностью сокрыта в науке васту и одним словом можно сказать что наука васту это творение вселенной васту шастра является грамматическим учебником для визуальных форм и вот всех этих звуковых форм как визуальных так и звуковых и слова васту вообще на самом деле буквально означает ту субстанцию которая существует вечно как шива брахма кришна вишна и васту этот процесс превращения тонкой энергии материальную энергию то что я вам постоянно говорю что же такое васту васту мы не можем пощупать мы не можем потрогать но мы можем это ощутить на себе в том что с нами происходит в нашей жизни это болезни если у нас неправильная негармоничная васту в нашем помещении это скандалы это разводы это потери денег потери работы много много таких вещей о которых человек даже не подозревает что это все влияет на него только потому что у него неправильно спроектировано помещение которое он живет и поэтому считается что хорошие благополучные помещения построены правильно по законам васту даются человеку по его хорошей карте я не на а поясните пожалуйста вот насколько я понял близко к васту находится наука фэн-шуй так ли это или или не так это действительно так близко к васту находится фэн-шуй и васту намного древнее да вы поняли да откуда идет васту сам владыка шива выдал всю информацию о законах васту а фэн-шуй он просто он как бы был взят частями от этой науки и китайцы его переделали под себя на свой лад и та и другая наука действительно работает на гармонизацию энергии внутри помещения но васту это та наука которая которая помогает человеку гармонизовать помещение здесь и сейчас и навсегда фэн-шуй вы знаете как на полчаса как таблетка которая снимает симптомы да-да-да китайцы молодцы они быстро определились в этих знаниях они дел в том что знания эти были васту сакральны они были закрыты и они предназначались только для брахманов для королей для избранных и когда брахманы были гонимы и эти знания у них вырывали вырывали пытками деньгами как получалось да и китайцы получили эти знания урывками они из этих знаний сделали то что они могли сделать они сделали тоже все правильно все хорошо но и знание недолговечное то есть специалистов и шуя допустим владельца крупной компании бизнеса какого-то надо приглашать периодически знаете ну хотя бы раз в году специалистов в специалистов вас бизнесмену в его крупную корпорацию надо пригласить только один раз и специалист делает такую корректировку который уже больше не нуждается в помощи потому что вас тут так так основано на таких законах что делается один раз это всегда все держится если естественно мы поменяли помещение потому что законы основаны внутри помещения понимаете да они отталкиваются они основаны на архитектуле здания вообще это конечно знание об архитектуре помещения но так как сегодня в веками йогу наши здания построены по законам вас то построены как бы как естественно никто не следит за тем сутку вообще вас то никто уже не знает это ну сейчас еще более-менее стали говорить но это не значит что здание стали строиться по законам вас то в индии да сохранено это люди пытаются строить по законам вас то архитектурные здания уже изначально а здесь приходится специалисту вас то приходить в то помещение которое уже существует приходить в это помещение и пытаться в этом помещении производить корректировку но если сам технические узлы находится где-нибудь в центре помещения как это сейчас стало модно делать ванную комнату или кухонные гарнитуры в центре помещения то это катастрофа для жителей помещения или плита рядом с холодильником это тоже все не очень хорошо и специалист васту помогает как бы гармонизировать практически на сегодняшний день невозможно гармонизировать без инструментов есть инструменты васту это это специальные янтры вот я как раз хотел спросить у вас ну вот допустим человек условно я обращается к вам и говорит вот пожалуйста посмотрите помещение в котором я обитаю на предмет наличие или отсутствие блока в энергии и насколько она гармонично с точки зрения вас то как именно вот очень интересно как именно этот процесс происходит чем именно вы пользуетесь вы начали уже говорить если можно давайте чуть подробнее эту тему осветим когда приходишь в помещение первую очередь конечно смотришь входной двери и в каком секторе она находится любого помещения разделены на 80 секторов так как вот я хотела как рассказать о последствии авастопоруши мандала это некая решетка которую разделяет помещение на 9 квадратов вот так же кстати говоря вся наша вселенная наша семья она разделена тоже на толкоту и широту это и есть как раз таки то вастопоруши мандала очень серьезная решетка если она дисгармонично гармонизирована то у человека возникают большие проблемы и вот когда я прихожу в данное помещение какое-то на первых очень сильно чувствуешь энергетическим вообще если напряжение в помещении ну и начинается конечно работать работать в первую очередь компасом выясняется сразу восемь сторон света такие как север юг запад восток и дополнительные все это северо-восток юг у вас все восемь сторон света и по этим сторонам света определяется где центр помещения этот центр помещения должен быть обязательно свободен если на нем что-то станет и если там есть стены еще что-то как я говорила ванной комнаты туалетную комнату кухонную гарнитурой не дай бог там кровать это очень плохо потому что в этом в этом центре в центре живет в авастопоруши о котором я тоже впоследствии немножко хочу сказать и это называется то что человек нарушает незаконную гармонию единение природы и человека и таким образом у человека происходит нарушение очень сильно и если я вижу что главная дверь к сожалению по карме находится в юго-западном секторе одном из самых неблагоприятных секторов это значит уже говорит о том что человека могут сопровождать очень большие потери неприятностей в жизни до смерти близки если у него и дверь находится в западном секторе что я встречаю очень часто вы знаете здесь мы реально почему-то какой-то бич и очень часто сталкиваясь тем что прихожек людям они начинают жаловаться на то что у них бесконечные суды бесконечные суды и суды я первое что проверяю и обнаружила что дверь входная дверь находится в западном секторе я понимаю что да отсюда суды вы понимаете каждый сектор отвечает за свою сферу деятельности вот самая благоприятная входная группа это в северо-восточном секторе потому что там планета епитер и эта планета благословит человеку эта планета открывает много возможностей для человека начиная от материальной платы заканчивая здоровьем и пока говорили я вспоминал куда смотрит моя дверь и вспомнил что все-таки больше на север там больше в северном секторе и дверь комнаты в которой я вот сейчас больше нахожу их тоже на север поэтому у меня вроде все как более хотя бы в плане дверной группы все более-менее вы знаете северный сектор это планета метод это бог кувера бог богатство он благословит всем бизнесменам если у вас входная группа есть входная дверь на севере или просто тоже человеку помогает материально и вот такие вот тонкости большое имеет значение я сталкиваюсь просто с этим практически каждый день вижу как страдают люди у которых в общем-то все неправильно в квартире и когда я начинаю вешать инструменты которые помогают а инструменты это янтры которые вешаются по сторонам света а янтры это графическое изображение символов и знаков и знаков которые рисовали брахманы находясь в состоянии медитации они медитировали очень долго эта информация не приходила и они создавали эти символы и знаки эти символы и знаки являются турционными окнами во вселенную и когда вешаются эти янтры они должны быть повешены конечно абсолютно правильно исключаются какие-то нарушения в установке этих янтров потому что это может привести только к кушу ситуации в помещении и вот когда они устанавливаются включать и так что помещение жителя дома квартиры бизнеса вот у него получается со всех сторон со всех восьми направлений открываются окна и всех аватары и полубоги начинают наблюдать за этим человеком и либо помогать ему либо представьте себе даже где-то его наказывать для того чтобы человек приходил к духовности и человек через испытания начинает проходить приходить проходить испытания и приходить и в духовности и потом его начинает очень сильно беречь понимаете начинает помогать откуда-то какие-то удачи приходит болезни про то есть человеком начинают активно заниматься высшие силы скажем так абсолютно абсолютно то есть происходят такие изменения в жизни человека есть люди которые пугаются а есть люди которые это благословенно принимают а есть люди которые вообще не чисты и духовно очень янтри очень-очень сильно помогают и они начинают прямо таки цвести и расцветать вот такие вот сильные инструменты так что можно сказать что конечно есть еще вас то вас то пирамиды есть милучек ну скажите вот у меня еще один такой очень практичный практичный вопрос то о чем многие говорят слышали а вот с точки зрения вас то все таки в какую сторону света лучше спать головой потому что вот считается насколько я знаю по может быть это и сэн-шуй сведения еще откуда-то вот лучше на север или на восток а как это марта вас то категорически запрещено спать на север магнит вселенной планеты земля а человеческая голова это тоже могли и когда магнит накладывается магнит на магнит происходит размагничивание и человек начинает чувствовать себя усталым он спит так вот два три ну через пять у него начинается депрессии потом какая-то уходит силы он понимает что с ним происходит он не знает но от него начинает уходить удача поэтому северный сектор исключен для сна головой и северо-восточный ну как бы еще более все остальные сектора пожалуйста они благоприятны в любом и другие в любой других секторах можно спать половой прекрасно просто они разделяются допустим восточный сектор очень хорош для детей для новорожденных для пожилых людей для больных людей и даже для беременных восточный сектор да а допустим юго-западный сектор тот самый очень плохой и сложный сектор он благоприятен абсолютно для всех он приносит удачу богатство вот у меня опять повезло я отклю на юго-запад и дверь у меня там где надо просто но вообще по вас то у меня все все путем значит вам повезло значит у вас таковая карма значит у вас были хорошие дела в прошлых воплощениях вот нужно я немножко а если у вас нет вопросов чуть-чуть еще скажу все таки какова цель васту архитектуру да да конечно пожалуйста вот цель васту архитектуру в том чтобы жить в гармонии с природой и с ее основ и вот постигнув древнюю науку стопати веду человек узнает как же все таки если стопати веду он познает да он понимает как же можно спроектировать и построить целительные здания вот как раз таки целительные здания которые являются объектами полного единения из природы и вот эти два а 100 2 а 100 не васту авасту станет они будут живыми здания со сбалансированным потоком энергии который создает гармонию как раз таки между людьми ну когда люди между друг другом общаются да и между людьми природой и вот как раз таки вас то здание здорово они приносят и здоровье и материальное благополучие и духовное богатство и счастье духовное и очень много материальных благ человеку и вот стопати веду она на самом деле содержит правила проектирование и строительство архитектурных форм очень важно какие архитектурные формы и она базируется на жестких критериях для создания талантливой архитектуры которая как раз таки обеспечивает вот этот резонанс с природой энергии космоса поэтому вот мы говорили о том что я прихожу в помещение и начинаю делать коррекцию за счет инструмента васту но в свое время во времена благоприятные благополучные во времена сангам периода да здание уже изначально строились по законам васту и тому нужны инструменты потому что они уже были построены в резонансе с энергией космоса так вот самое интересное кто же был основателем основателем васту вы знаете нет я не знаю но надеюсь вы скажете я скажу признаюсь основателем науки васты является вишма карма майян вишма карма майян вот доктор ганапати стопати вот то что я вам говорила это очень известный архитектор ученый изобретатель поэт и он известен под именем у него было просто обычное имя но всего своего времени мануни майян мануни майян родился 25 января 15600 лет назад и жил махендра парвата ну что в индии и этот архитектор он упоминается абсолютно практически во всех индийских писаниях и пиках таких как рамаяна махад карата и очень-очень многих других так вот я бы хотела даже как бы зачитать из махад караты как майян представляется арджун говоря он представляет вот я сейчас зачитаю представляющий себя как вишма карма и великий поэт дандава майян говорит я построил некоторое количество зданий для дандава ранее тысячи домов я построил расположенных должным образом до для удобства удобного проживания визуально приятные и духовно удовлетворяющие я построил водоемы и резервуары а также сады с приятным окружением я сделал прекрасное военное оружие и колесницы я сотворил просторные поселения города окруженная огромными стенами и входные арки специальные машины передвижения для гражданского использования их дизайн я сделал тысячами я также что создал подземные сооружения со всеми удобствами для проживания так как я создал столько много всего то прошу дать мне малую возможность послужить тебе о великий аржуна ты спас меня от несчастного случая и я бы хотел тебя благодарить в ответ это просьба прозвучала для аржуны в присутствии самого кришны и вот этот великий ученый этот великий архитектор того времени конечно же был послан богами на землю для того чтобы создавать необыкновенные вот такие здания в которых бы человек мог процветать всегда процветать всегда себя чувствует очень хорошо и вот моя ученый архитектор и поэт дней сангама он говорит говорит архитектура есть это высшее достижение математики вот так все это сложно и серьезно а математика уходит своими корнями динамизм абсолютного времени а время и пространство равны и время является одним из тонких элементов пространства акаши сейчас это слово очень часто произносится да в контексте хроники акаши например я каши человек приходит и говорит скажите что такое хроники акаши вот я являюсь членом я создала клуб здесь женский в майами и женщины приходят я бесплатно читаю лекции рассказывая что же такое у вас что такое лидические астрология о планетах рассказывать и мы говорим об акаши тоже и я работаю женщиной которые как раз таки занимается хрониками акаши и вот вы понимаете вы смотрите как все как бы едино это все энергия акаши это когда человек и другой человек ну допустим ко мне пришли я говорю что я умею понимаю хроники акаши напротив меня сидит человек и спрашивает у меня такая проблема а если же напротив я спрашиваю вселенной разрешение о том чтобы мне на вселенной отдала информацию сказать какая помощь нужна человеку и вот хроники акаши это как раз таки то что я получаю информацию для этого человека когда ее передать понимаете вот или это все объедено тем не менее вас тоже и время также является причиной следственным элементов всех объектов вселенной так вот что еще интересно есть два ома есть он свет есть он звук и первый вот он свет это источник всех видимых объектов а второй это источник всех звуковых фон и также майян говорит что первичная проявленная форма не проявленного это есть квадраты вас то считается что квадраты прямоугольник это самый благоприятный фон поэтому вот знаете как часто спрашивают а вот все-таки какой мне стоит купить рабочий или какой местом на кухне купить или какой мне кровать купить какой формы вот казалось бы круглая форма такая красивая такая гармоничная а вас то она как вы считаете не очень благоприятно потому что по законам вас то самая благоприятная форма это квадратная и я не большое вам спасибо за очень интересный рассказ мы немножко ограниченного времени я единственная вот хочу одну вещь уточнить я услышал вы оказывается кроме или это входит в васту вы можете помочь человеку обратившись непосредственно кроникам акаши насколько я понял если это разрешение есть ну скажем так вот вселенной то вы получаете как я понял информацию связанную вот с конкретным человеком может дать ему какой-то совет связанные с его текущей или даже глобальной жизненной ситуации основываясь на информации с хроник акаши я правильно понял знаете я не этим как раз таки не занимаюсь но женщина с которой это женщина это делаем и мы многим женщинам помогаем а вот а я в общем-то я психолог я таролог я работаю с картами таро я занимаюсь васту и я занимаюсь этической астрологии так вот эти вещи и так очень большой комплекс всех знаний поэтому у вас энциклопедические на самом деле знания и умения и можно только вызывает восхищение лично у меня если у наших слушателей возникнут вопросы а вот передача записывается и будут выложены в интернете пожалуйста задавайте мы обязательно передадим ей мнение и она сможет ответить на все ваши вопросы и комментарии а я еще раз хочу поблагодарить вас огромное спасибо за на мой взгляд очень интересный и познавательный рассказ по васту и вообще в ведах спасибо вам большое спасибо вам тоже всего доброго всего наилучшего вам тоже всего самого лучшего до свидания спасибо вам тоже